Экскурсия под названием «Что прячут улицы Подольска» начинается отсюда. Дом Морозовых открывает свои двери в мир артефактов. Здесь и железные ножи, и пряжки, и лепные сосуды – все это находки раннеславянского поселения XI века. Особое внимание у посетителей к размеру экспонатов. Один мой посетитель обратил внимание на размер крючка арбаллонов под номером 7. Это говорит, какая же должна была быть рыба. А вот такой маленькой ложкой никто никогда не ел. Дело в том, что это амулет. Славянские женщины вешали его на шею, чтобы в доме всегда был достаток. Различные магические действия, связанные с ложечками, и магические приметы и так далее, они сохранились у нас до сих пор. На рубеже XVIII-XIX веков было модно иметь дома керамику, похожую на металл. Так у кувшин был почти у каждой женщины. Это неотъемлемая часть, как и дамские украшения. Некоторые из них служили не только для красоты, но и для пользы. Браслеты помогали закреплять многослойные рукава. Эти и другие артефакты музей хранит уже много лет. А вот, что касается свежей коллекции, нам удалось первыми увидеть предметы раскопок на улице Федорова. В последние дни найдено около 20 свинцовых пуль, наконечник копья, предметы, характеризующие детали обмундирования, в общем-то, служилых людей того времени. Это наталкивает на мысль, что здесь какие-то боевые действия локальные произошли. Раскопки начались месяц назад. Их площадь около 3,5 тысяч квадратных метров. Археологи вскрыли пока меньше половины, но количество артефактов уже перевалило за 200. Профессиональный праздник археологов дарит им абсолютно нерядовые вещи. Это и фрагменты посуды 16-18 столетия, крюки для подвешивания мяса, нательные кресты и другие предметы быта. Монетка по времени правления Алексея Михайловича, шикарные пуговицы тоже 16-18 столетия, такие кафтанные, ну и вот такой великолепный наконечник ремня. Он вешался на поезд для красоты. Эти археологические находки отражают быт того времени. В роскопе видно белокаменный фундамент дома купеческой застройки. Он простоял около 100 лет и только в 20 веке был разрушен. Как только весь культурный слой будет исследован, здесь начнется строительство современного здания. Эти работы, они предполагают проведение целого ряда мероприятий по спасению культурного наследия. Найденные артефакты, они промываются, описываются. Все это будет передано в Подольский музей. Ничего здесь в земле не останется. На экскурсию пришел и Владимир Смирнов. Ему всего 9 лет, а задатки археолога в нем уже есть. Возле раскопок там по 10 копеек современного вида. Ну, то есть, новой Российской Федерации года 12-го. Раскопки на улице Федорова идут и сейчас. Даже в праздник археологи не останавливают поиски артефактов. Работы продлятся до октября. Анастасия Калмит, Александр Кротов, телекомпания «Кварц».